Жизнь Дербента и его окрестности иллюстрируют более ста археологических предметов передвижной выставки «Артефакты свидетелей эпох» из фондов Дербентского государственного историко-архитектурного и археологического музея-заповедника. Экспонаты отражают быт, ремесла, торговлю и социально-экономические отношения местного населения от эпохи Бронзы до позднего Средневековья. Через Дербент пролегали маршруты Великого Шелкового и Прикаспийского путей. И благодаря этому посетители смогут увидеть предметы из разных стран. На данной выставке у нас выставлены археологические экспонаты, раскопки последних 50 лет, которые были проведены на территории Дербента. Экспонаты, которые датируются от 1 по 13 век нашей эры. Это керамика, металл и другие экспонаты, которые были найдены в культурных слоях Дербента. Большая часть экспонатов – это керамические изделия. Гончарный круг на территории Дербента появился в первом веке нашей эры. Поэтому, начиная с этого времени, практически все кувшины, горшки, бутыли, котлы, чаши, тарелки имеют правильную форму и разнообразную конфигурацию. Керамика делится на два вида. Это поливная и неполивная. То есть поливная более разнообразная по цветовой гамме. Производство именно этой керамики началось в 8 веке нашей эры. На территории Дербента началось. И своим качеством, своим узором она не уступает, скажем так, конкурентам из Малой Центральной Азии. Интересно, что декор тарелок с преобладанием органических красителей – зелёно-жёлтых, коричневых и синих цветов – воспринимается как вполне современный. Хотя с момента их изготовления прошло не менее семи столетий. Из предметов неполивной керамики привлекают внимание светильники «Чираги». 10-13 веков – прародители современных люстр. По мнению учёных, «Чираги» заправлялись нефтью и тюленем жиром. Другой красноглиняный сосуд – ничто иное, как керамический утюг. Подобных археологических находок на территории нашего края не было. В одной из витрин собраны женские украшения, привезённые из Персии, Малой и Центральной Азии. Найденные в культурных слоях Дербента 8-10 веков, они свидетельствуют об его обширной торговой деятельности. В той же витрине по соседству стоит лепная статуэтка, символизирующая богиню-плодородие. Как сказал Магомед Абдулаев, она была найдена в зерновых ямах. Экспонат датируется первым веком нашей эры. Подобные фигурки были широко распространены на территориях Малой и Центральной Азии. Но на территории Дербента встречались крайне редко. Если приглядеться, то на статуэтке можно разглядеть отпечатки женских пальцев. По мнению археологов, изготовлением таких статуэток занимались только женщины. Спешите познакомиться с культурой Дербента. Выставка будет работать до 4 декабря.